Дом на Галаксионовской 91, построенный больше полутора веков назад, вновь обретенная достопримечательность Самары. Здание с уникальной архитектурой, деревянный модерн, большая редкость, отмечает по сути свое второе рождение. Все лето его фасад чистили, красили, меняли обветшалую резьбу на новую простые самарцы. Волонтеры проекта «Ахтомсуэрфест». Дому вернули не только былую красоту, но и добавили новые штрихи. Панно из 800 элементов на торце здания, арт-объект художника Андрея Сяйлева и коллективный труд десятков самарцев. Это своеобразный портрет города Самара 2016 года, созданный из сотен керамических плиток, на которых напечатаны фотографии самарских домов. Многие жители найдут здесь и свой дом. Еще одна идея, зашифрованная в панно «Тетрис», где нижние слои – это исторические здания с уникальной архитектурой. Вверх – высотки из стекла и бетона. И так важно, чтобы они не раздавили уникальную красоту культурного наследия. Хороший пример оказался заразителен. Видя, как буквально на глазах преображается старое здание, соседи тоже взялись за щетки и валики. Инесса Негина с гордостью показывает, как преобразился ее дом. Здесь она выросла. Семье дом принадлежит с 1910 года. Очищать древесину Инесса Михайловна начала сама. Волонтеры не смогли пройти мимо, помогли в остальном. Даже французы участвовали, вспоминает хозяйка. Дом, конечно, преобразился. Все говорят, потому что даже кто и мимо проходит, и то говорят, что дом совсем стал другой. Историческая среда Старой Самары постепенно оживает. К ремонту фасадов подключились и инвесторы. Только в прошлом году они отремонтировали 30 домов. В этом список расширится. И инициатива горожан – вклад в развитие Самары. Наша историческая часть города – это наше богатство. Это то, чем мы воистину гордимся. И от того, как мы сохраним эту среду историческую, будет во многом зависеть, в общем-то, наше будущее. Это очень важно и для молодежи. Мы воспитываем их сознание, и мы воспитываем их взгляд на наше сегодняшнее и на наше будущее. На улице Льва Толстого уже целый квартал аккуратных домиков. Три волонтера фестиваля восстановили в прошлом году, еще два в этом. Рядом появился еще один весьма нестандартный арт-объект. Мы приблизились к своей цели – как-то перезапустить самарские дворы. Мы преобразили трансформаторную будку. Во что ее переделать придумали дети. Они долго совещались и решили, что это должно стать аквариумом. Мы подумали, что это должно стать аквариумом с лорской рыбой. И ребята-художники преобразили эту будку на Льва Толстого. За два года участниками Томсуэрфеста стали более 200 самартов. Идею восстановления исторической среды подхватили и другие города. Фестивали провели в Казани и Бузулуке. Марина Кравцова, Константин Головин. События.